кто не заходит так она без меня боится сюда до свидания хороших выходных убрались это были наши мастера константина царство не константина царство то есть мы давно не снимали наше производство по нержавейке ольга давно уже меня подбивает съездить снять но вот сегодня у нас пятница как раз мы подгадали в пересменку попали и мы покажем наше производство мы попали в пересменку но здесь особо ничего не изменилось потому что здесь мы уже все запустили уже давно работает еще с июля месяца сейчас первая смена уже ушла 2 еще к работе не приступила поэтому относительно таких вот там вдалеке значит на испытаниях бочка находится ее она уже скорее всего или прошла испытание или сейчас пройдет то есть ее будут проливать водой специальные качели и эти качели перевернут рабочие убирались немножко пыли присутствует потому что подметали убирались пойдем пройдем здесь наверно посмотрим по бочкам то есть вот стоят ци 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 катышки это цилиндрической конические танки значит стоят перед облицовкой то есть следующим этапом они будут облицовываться и запениваться пеной вот и теплоизолятором в общем все это для пивного производства это все это да но не обязательно пивзаводы мы делаем оборудование для молокозаводов вот но большая часть конечно заказов это пивзаводы вот сусловарочный котел вот это очевидно да это верхняя часть от сусловарочного котла вот видно надо заготовки это маленькая бочка это мы делаем 100 литровый завод значит скоро в конце февраля будет выставка в москве пивная и но этот элемент пивзавода маленького мобильного на 100 литров да это будет рабочий пивзаводик маленький такого литров он будет варить 100 литров за варку а взори а дальше уже зависит от того сколько варок делать сутки можно собственно столько пива и получать на выходе мы а сколько можно варок делать сутки сутки можно делать 5-6 варок без дополнительных промежуточных накопительных ямкостей суслосборников да если с дополнительными костями можно скажем так достичь даже восьми варок в сутки сколько стоит такой 100 литровый заводик 100 литровый не знаю не скажу пока арифметику не считали еще тут делаем на выставку потом посчитать на выставке может его могут купить вы будете продавать добудем первая смена пошла домой до 1 смена пошла домой вот сейчас значит внедряем в производство специального скажем так то полуавтоматическая полу роботизированного это сварочная установка варит в двух режимах в плазме плазмой варит и этих сварка варит она будет использоваться для сварки обечая бочек ну то есть должна повысить скажем так производительность это что у кости а это это отходы до из которых можно делать логотипы да кстати это отходы из которых можно делать логотипы урал спецтранс и порежешься аккуратно смотри зеркальное да да зеркало это вот так называется а если как ты называешь ниже и поиси 304 304 430 но ты в руках 430 вот процесс подготовки к запуску лазера раскроечного то есть оператор сейчас найдет нужные чертежи кнопочку нажмет листик погрузит можно заглянуть там особо ничем один глянем на секунду сейчас особо ничего нет то есть пока он вместе стала вот этот стол сменные он вот так вот один опускается 2 поднимается туда уезжает в данном случае пока установка не работает то есть вторая смена пришла сейчас ее настроят а готовая продукта нет готовая тоже состава собирается то есть после того как когда после того как все нарезали опять выезжает все туда назад пойдем вот этот стол он целиком оттуда выезжает один а второй следующий заезжает то есть и отсюда заготовки уже нарезанные собираются значит зачистной станок который чистит как донышки так и полу баке что заменит от не мельница это установка которой крепится бочка и значит вот этот станок он вычищает бочку внутри полирует скажем так после после того до отполировали внутри бочку после того как отполировали донышки их сваривают и дополнительно потом отдельно сам сварочный шов отдельно защищает и полирует ну вот собственно ничего здесь ничего не изменилось с июля месяца потому что собственно с юля месяца было все запущено в работу и все с тех пор работает самое интересное сейчас на улице то есть мы с тобой наверное в начале осени нет в конце осени уже снимали ролик да там у нас начиналась стройка снимали фундамент и на сегодняшний день у нас уже два уровня построены и еще два осталось построить строители которые изначально немножко задерживали с фундаментами сейчас уже вы вышли на режим не задерживают начальник производства вот этот человек который всегда звонит константину ну пойдем вон наш объект ну вот буквально мы увидели осенью фундамент сегодня уже кирпичное здание сейчас у нас чего у нас сейчас какое число у нас февраль такое февраля то у нас не знаю день всех влюбленных наверное нет нет прошел уже день всех влюбленных сегодня у нас 16 февраля пятница вот предыдущий ролик мы по-моему снимали в начале декабря или в ноябре ли сейчас активно уже идет фаза строительства 2 2 уровень заканчивать то есть стоколь перекрыли первый этаж половина первого этажа перекрыли и идет установка колон на втором этаже и собственно потом прогоны кинут металлические потом панели будут делать цветовая гамма значит после после того как будет построен весь корпус он будет утепляться и обшиваться керамогранитом но обшиваться не правильно сказать то есть будут установлены направляющие на специальных клипсах будет крепиться керамогранит давай я предлагаю пройти с той стороны а керамогранит это плитки какие-то керамическая плитка керамическая плитка размером 600 на 600 вот и слой утепления минеральной ваты по-моему стоили 120 миллиметров я уже точно не помню цветовая гамма будет такая же дом и правда значит ну задача стоит по крайней мере вот да чтоб цветовая гамма была примерно похоже вот с осторожкой которую мы уже поставили и с цехом который вот уже собственно функционирует значит я предлагаю быстро сейчас подняться на второй этаж он не вернее не на второй этаж а на первый этаж то есть у нас цоколь сокур у нас будет функционально наверное мы с тобой спустимся я пофантазирую потому что я уже знаю что где будет находиться да да и немножко похвастаюсь я думаю интересно будет нашим подписчикам который от и до смотрит потом посмотреть что получилось так я надумаю мы сейчас сильно мешать не будем никому сюда подойдем да да то есть конструктив здания достаточно простой то есть два крыла левая право получается с южной стороны северной стороны с южной стороны мы решили оль ты не туда смотришь сейчас с южной стороны видишь несущие колонны стоят перегородок никаких нет то есть решили решили делать перегородки все легкие с алюминиевой конструкции то есть стеклянной алюминиевой конструкции вот с этой стороны у нас идет глухая стена кирпичная по простой причине что здесь у нас будут значит и мужские раздевалки для рабочих душевые значит поэтому здесь идет стена сплошная кирпичная и и проще потом кафелем облицовать а там где будут кабинеты у нас собственно мы посчитали ненужным делать тяжелые кирпичные перегородки штукатурить решили сделать перегородки легкие легкие пластиковые алюминиевые пойдем сюда кабинет 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 мой будет на третьем этаже я надеюсь еще третий этаж не построили да значит ну мы туда не пойдем чтоб рабочим не мешать вот отсюда картинку показывал отдельно могу сказать про балки перекрытия кто обратит внимание они у нас металлические сделано по одной простой причине потому что они занимают меньше места по высоте учитывая что у нас коммуникации будут идти под потолком очень многие то есть электричество вентиляция компьютерная разводка оптоволокно она вся будет вестись по потолку и потолки будут типа armstrong вот вот такие балки очень удобно потому что у них высота очень маленькая то есть по большому счету вот эта часть выступающая ниже плиты она порядка 160 миллиметров всего если бы мы здесь сделали прогоны эти из бетона то примерно по моему на 500 или на 600 миллиметров бы они выступали вниз и очень неудобно было бы с точки зрения монтажа потом коммуникаций значит сейчас поднимемся на второй этаж наверное который который до в этой части перекрыли ты будь очень осторожна потому что плиты не везде лежат я тебе покажу да здесь здесь под нами кладовая мы потом в подвал тоже спустимся тоже покажу тебе что там будет вот а здесь особо давай ходить не будем мы с тобой так я иду первый плиты только что положили вот лишь они только-только их раствором замазали здесь еще особенность какая в данной части лежат плиты длиной 8 300 то крыло южная плиты 6 300 значит коридор плиты у нас по моему 2730 ну то есть коридор поменьше здесь хоз помещения побольше не ходи стой на месте вот ну и в общем вот давай вот до сюда дойдем сейчас вот таким образом то есть мы сейчас находимся на уровне уже второго этажа то есть я думаю что через неделю ребята закончат кладку балок прогонов и кинут перекрытия на той части и начнут следующий этаж все работают очень быстро очень приятно смотреть как они работают но бригада сейчас порядка 12 человек работает и погода пошла нам навстречу скажем так заканчиваются морозы световой день удлинился и работа идет полным ходом и по планам у нас сейчас у нас февраль 16 февраля по планам где-то ну в марте в апреле закончить коробку кладку перейти на установку окон значит облицовка утепление керамогранитом крыша значит потом как только станет тепло установка окон даже установку окон мы начнем раньше как станет тепло мы начнем проводить коммуникации все и в идеале концу 2018 года сюда переехать уже ну пока все получается тут вот три раза да ну и по деревяшки надо постучать так аккуратно сейчас очень аккуратно осторожно осторожно давай иди первое сейчас спустимся в подвал я вообще я не знаю почему вот я уже несколько строек в своей жизни как бы ну где я участвовал то здесь я хочу опять похвалиться немножко то есть как бы сам эскиз вот здесь рисовал я руководители будете смотреть вы хоть меня похвалите то есть руководители будет смотреть роль а то даже никто не похвалил никто не похвалил значит здесь у нас будет вентиляционная вот здесь вот глухая комната это вентиляционный то есть у нас здесь предусмотрена принудительная вентиляция серьезная вот а здесь уже вот отсюда если посмотреть от этой стенки до той стенки это у нас все будут шкафчики для переодевания раздевалка то есть здесь и душевые туалеты и так далее для рабочих два этажа это займет сейчас у нас ну временно 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 и дом малыми ну место мало да здесь у нас все таки уже капитально нет там там тоже сейчас у каждого свой скафчик просто это табыка он строится с перспективой развития у нас по плану еще один такой корпус ниже этого значит вот пристроим с северной стороны к этому корпусу будет стоять еще один цех это в планах да еще один цех по производству емкость может не по дощечке может вот тут пройти давайте руку да вот по дощечке выходить удобно вот у нас пошло подвальное помещение вот так вот да и константин ни разу в подвале не было еще раз вот здесь у нас предполагается как бы столовой нет но этот цокольный этаж здесь предполагается либо ну полноценной столовой скорее всего не получится здесь комната приема пищи скажем так вот микроволновки столы холодильнике микроволновки столы там где люди смогут посуда посуда да здесь вот получается вот эта комната это выход вы прошу прощения комната этот дверь это выход в цех который предполагается дальше вот здесь лестничный марш до самого верха с выходом на крышу будет вот значит дальше здесь вот закладные сделаны проволочные перегородки пока не установлены потому что здесь грунт насыпной значит весной грунта тает усядется и здесь еще будут забетонированы ну фундамент и будут установлен еще перегородки а мы дойдем до заводика то есть вот здесь будет ряд перегородок перегородок и здесь расположиться кладовая большая для цеха для обоих цехов здесь расположиться значит помещение называется индивидуальный тепловой пункт где будет находиться бойлерной теплообменники для ну для теплоснабжения для водоснабжения вот и все и все здесь все то есть кладовая и т.п. так про столовую мы рассказали пойдем дальше так это все столовая столовая вот значит вот здесь значит один из интересных моментов вот здесь вот будет инди вот мы находимся под лестничным маршем здесь будет индивидуальная скажем так душевая туалет комната для переодевания здесь для пивовара для технолога и вот то про что ты спрашивала то есть вот мы пришли скажем так в будущий пивзавод но пивзавод неправильно называть здесь будет запланировано действующее производство пивное но не с целью скажем так производство пива куда прячешься а с целью отработки технологии изготовления каких-то новых емкостей технологии пивоварения и обучение технологов то есть ну в процессе работы обнаружили что достаточно востребован является рынок именно предоставление обучающих услуг наша покупательна в плане обучения технологов то есть многие хотят варить пиво но у не у всех есть грамотный технолог то есть мы будем готовы скажем так делиться этим опытом ну а то пиво которое будет получаться наверное будем сами сами выпивать да пойдем дальше ну здесь как я уже сказал будет кладовка то есть вот до этих до этих больших ворот здесь будет перегородка стоит здесь будет кладовая то есть будет вся мелочевка будет складываться здесь то есть металл безусловно здесь хранится не будет здесь будут комплектующие какие-то там краны задвижки и клапана и так далее так пойдем дальше для пивовара прям нужна такая большая отдельная значит вот здесь будет тоже несколько перегородок здесь будет находиться дробилка для дробления солода ну да то есть пивовар как бы это люди у нас привилегированы им никак без отдельной комнаты нельзя и без отдельной душевые нельзя может быть при приготовлении пива чтобы не попали всякие микробы да 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 этим помыться конечно химикам надо соблюдать хирургам да и вот здесь отдельный вход здесь будет находиться узел водоэлектроэнергии собственно его распределение дальше по этажам вот с этой с этой стороны видно здесь ребята уже под электрощиток сделали видишь как то есть вот здесь будет находиться электрощитовая с той стороны не стенку пробьют и вот кабеля силовые пошли уже видишь ребята уже пробили и вот там ведь заложили уже выход под потолок и по потолку как я уже сказал то есть все коммуникации основные электричество имеется ввиду вентиляция оптоволокно связь телефон будет идти под потолками это очень удобно ну вот я конечно вот жду просто когда тут пивзавод появится посажешь он такой весь блестящий будет красивый вообще класс подмедь не зачем поддерживай но уметь это вообще изменить видишь почему медь откуда вообще взялась медь на пивзаводах я так считаю что медь материал который научились обрабатывать раньше гораздо то есть у нас же как был бронзовый век там помнишь по истории там изучали вот пойдем сюда то там что-то сыпят мы тут немножко порассказываем поразмышляем здесь вроде уже все плиты заделали на нас ничего не должно насыпаться медь проще обрабатывается она мягче поэтому и раньше и делали медные эти емкости для пивоварения сейчас это даль даль больше моде потому что ну необходимости их делать медными нет из тех емкости медные которые видел они не медные они медненные то есть все равно емкость сделана сама из нержавейки а снаружи ну фальш панель сделано медное покрытие сделано медное но она очень неудобно то есть она в плане оставления отпечатка в пальцах она очень марка то есть буквально прикоснулся именно к натуральной меди вот если отполированная прикоснулся пальцами даже сухими остается отпечаток жирный его потом выводить это в новую это проблема на нержавейке нет на нержавейке такого нет и даже ну что-то там во первых там не так это видно и она легче смывается вот поэтому медь это больше смывает просто муж специальные материалы ну чё сюда не пойдем может вы выйдем или пойдем уже да вы тут были точно или ну пойдем туда ладно если мы были ну вот собственно господа я думаю что следующий раз мы на стройку снимем уже когда будет весь корпус довольно да пойдем выйдем пойдем пойдем выйдем на улицу по большому счету ребятам осталось еще два уровня всего лишь сделать да то какие темпы они уже нарастили на сегодня это они очень быстро справятся вот так что я думаю что месяца через полтора через два мы с тобой еще раз снимем всю коробку вот ну и там будем по мере выполнения работ снимать подписывайтесь на канал урал спецтран за задавайте вопросы пишите комментарии кто хочет купить пив заводик вот или значит машинку какую-нибудь пишите на электронную почту пк пк собака но мос точка ру пк да но масс это у нас сайт есть такой но масс вот может показать название да только единственно это но масс написано русскими буквами да чтобы в интернете зайти на наш сайт надо но масс писать латинскими вот то есть последний с как доллар а электронка пк и как и русская какая русская палочка с точкой вверху собака но масс точка ру да ну звоните пишите вот проконсультируем поможем сделаем их завод да значит значит в конце февраля в москве проходит выпуск вы вывозь игру выставка значит пивная на нашем сайте новос точка ру точно написано где она проходит дата ее проведения начала окончания так по памяти по моему с 27 из 28 февраля и по какой-то марта там я приеду на два дня но я буду больше ходить. Если кто-то захочет видеть Константина и встретиться, приезжайте в Москву на выставку пивную 25 февраля. Не, не 25. Я буду 27-го, 28-го. 27-го? 28-го. Обед мой, видишь. Всем пока. До свидания. Продолжение следует...